Приветствую всех любителей программы Photoshop. В этом уроке мы будем делать калаш, который называется водная нимфа. Вы узнаете, как можно создать подводную атмосферу в работе, добавить лучи света, идущие сквозь поверхность воды. Вы также узнаете, как можно вписать девушку-модель в соответствующий окружающий ее подводный фон. В работе мы будем использовать в основном стоковые фотографии, и некоторые детали создадим самостоятельно. Итак, давайте приступим. Начнем с создания нового документа по ширине 1200 пикселей, по высоте 1600. Сначала давайте создадим фон для нашего подводного мира. Для этого создаем новый слой, выбираем инструмент градиент линейный и выберем цвета переднего и заднего плана от светло-голубого к темно-синему. Вот приблизительно такие цвета. Переключаемся на наш градиент и проводим его на новом слое, зажав клавишу shift. Чтобы фон не был слишком однообразным, создадим новый слой, переключимся на черные и белые цвета. Зальем слой черным цветом и применим к нему фильтр, рендеринг облака. Поставим режим наложения этому слою, мягкий свет и понизим его непрозрачность примерно до 20%. Добавим в работу нашу девушку-модель, которая и будет являться водной нимфой. Открываем стоковое изображение. Я нашла вот такие фотографии. И давайте посмотрим, какую нам лучше выбрать фотографию из этих, чтобы смотрелось лучше по композиции. Посмотрите, все девушки освещены слева. Если мы хотим добавить еще лучи света в работе, то желательно, чтобы девушка смотрела не куда-то в угол работы, а в ее центр. Поэтому я предлагаю выбрать вот эту фотографию. Берем инструмент прямоугольная область выделения. Выделяем ее. Затем инструмент перемещения. И переносим в нашу основную работу. Вызываем трансформацию. Ctrl-T. И уменьшим ее. Вначале так. Потом мы еще ее расположение подправим. Приступим к вырезанию нашей девушки-модели. Посмотрите, здесь есть участки, такие как волосы, сетка на платье, которые достаточно трудно вырезать. Для выделения их мы будем использовать функцию в фотошопе CS5 уточнить край. Есть также участки, где совершенно гладкие ровные линии, вот такие как на руках. Тут мы будем использовать инструмент перо. Итак, берем инструмент перо. Проверяем, что он у нас стоит в режиме контуров. Увеличиваем до максимального размера изображения. И начинаем создавать контур. На тех участках, где у нас волосы и другие контуры, которые мы будем впоследствии уточнять, нам совершенно не нужна точность выделения. Мы только приблизительно наметим эти контуры. А вот на тех участках, где у нас гладкие линии, такие как рука, мы стараемся сделать максимально точное выделение. В дальнейшем, даже если вы немножко где-то ошибетесь, мы будем использовать маску слоя и все погрешности потом подправим на маске. Вот мы и закончили создавать контур вокруг модели. Замкнули его. После этого кликаем правой кнопкой мыши по контуру. И выбираем здесь образовать выделенную область. Растушевку я всегда ставлю на 0, потому что при необходимости можно будет ее сделать позднее. Нажимаем ОК. Теперь вот на этом слое с моделью жмем на иконку маски. И весь фон у нас скрылся на маске слоя. Теперь будем подправлять детали. Во-первых, нам нужно немножко вырезать еще вот этот кусочек. Я возьму инструмент кисть. Черный цвет. 100% непрозрачность и жесткость. И просто сотру в режиме маски этот кусочек. Убедитесь, что вы находитесь на маске слоя. Переходим на вкладку маски. Здесь нажимаем кнопку край маски. И вот тут у нас есть такой инструмент, который называется уточнить радиус. Выбираем этот инструмент. Подправьте размер кисти подходящего. И начинаем проводить по тем контурам, где у нас сложные участки. Там, где у нас гладкие линии, этот инструмент лучше не применять, потому что там мы достаточно точно вырезали все с помощью инструмента перо. Если где-то не понравилось, как сработал этот инструмент, у нас тут есть еще обратный стереть уточнение. Вот он. Можно между ними переключаться. Также хорошо выделять полупрозрачные области или вот такие, как здесь, где сетка на костюме девушки. С помощью этого инструмента. Но все равно какие-то небольшие погрешности впоследствии подправим на маске слоя. Победитесь, что у вас стоит вот здесь вот опция слой маска. То есть результат у нас будет применен к маске слоя. Нажимаем ОК. Увеличьте размер просмотра изображения и внимательно еще раз просмотрите все края изображения. При необходимости подправьте контуры на маске слоя. Что-то лишнее, может быть, нужно стереть, что-то наоборот восстановить. Переключайтесь между черным и белым цветом. Итак, на этом выделение нашей модели. Вырезание закончено. Я разместила девушку в правом нижнем углу работы, предполагая, что слева и сверху ее будут освещать лучи света. Займемся коррекцией цвета нашей подводной нимфы, чтобы вписать ее в соответствующее окружение. Ну, во-первых, нужно снизить ее насыщенность. Идем изображение, коррекция, цветовой тон, насыщенность и понижаем где-то до минус 50 насыщенность. Теперь придадим ей голубой оттенок. Я буду для этого использовать изображение, коррекция, варианты. Здесь у нас показано исходное изображение, а здесь результат. Итак, добавляем больше синего, больше голубого. Думаю, еще раз больше синего, больше голубого. Нажимаем ОК. Возможно, мы немного перестарались. Выбираем редактирование, ослабить. И здесь немного ослабляем применение последней команды. Вот где-то так. Нажимаем ОК. Продолжаем коррекцию и добавляем корректирующий слой в фотофильтр. Сразу добавляем к нему обтравочную маску. Для этого зажимаем Alt и наводим курсор между слоями. И кликаем мышью. То есть данная коррекция будет применена только к слою с девушкой. Выбираем из списка фильтр под водой. Как раз тот цвет, что нам нужен. Поставим значение приблизительно 50. Продолжим создавать фон. Для этого откроем исходное изображение с коралловым рифом. Вот такое. Перемещаем его в нашу работу. И этот слой мы разместим над фоном, но под слоем облака. Вот здесь. Взываем трансформацию Ctrl-T. И удерживая клавишу Shift, уменьшаем слой по ширине работы. И я думаю, здесь еще хорошо отразить его по горизонтали. Подкорректируем наш фон, чтобы, во-первых, убрать этот край. И чтобы по цвету он вписывался в нашу основную работу. Добавляем маску слоя. Берем черную кисть. Здесь уже выбираем мягкую кисть. Для начала непрозрачность поставим 100. И стираем верхний край. Вот этого водолаза он нам не нужен. Рыбок оставим. И чтобы наш фон вписывался по цвету в нашу основную работу, поставим ему другой режим наложения. Вот мягкий свет, я думаю, нам подойдет. Теперь нужно его немножко подправить. Он тоже слишком насыщенный. Создаем корректирующий слой цветовой тон, насыщенность. Добавляем к нему обтравочную маску. Этот слой создан над нашим слоем с коралловым рифом. И понижаем насыщенность. Немного можно также поменять цветовой тон. И немножко увеличим яркость, чтобы соответствовать по оттенку модели. Таким образом. Также посмотрите. Мы видим, что наша девушка является более контрастной, чем фон. Создадим еще один корректирующий слой яркость-контрастность над слоем с коралловым рифом. Также добавляем к нему обтравочную маску. И немного увеличиваем контрастность. Таким образом. Перейдем на маску слоя для фона. Здесь уже выберем кисть с небольшой прозрачностью. Процентов 30. Мягкую кисть. И вот здесь вот немножко аккуратно подотрем фон вокруг рыбок, чтобы нам их не вырезать. Чтобы был плавный переход. Мы видим, что наше изображение девушки все же более контрастное, чем фон. Слишком сильные цвета. Подправим это. Создадим корректирующий слой уровни над слоем с моделью. Добавляем снова к нему обтравочную маску. И здесь в строке выходные значения. Немного понижаем входные значения для светов. Вот таким образом. Продолжаем работать над фоном. Давайте добавим сверху в работе эффект поверхности воды и идущих сквозь нее лучей света. Создаем новый слой. Заливаем его черным цветом. Теперь убедитесь, что у вас установлены черный и белый цвета переднего плана. Идем в фильтр, рендеринг, облака. Дальше применяем фильтр, имитация, целлофановая упаковка. Подбираем нужные значения. Нажимаем ОК. И я думаю, немного можно ослабить значение действия этого фильтра. Где-то так. Нажимаем ОК. Нам нужно расположить этот слой подходящим образом. Нажимаем Ctrl-T. Вызываем трансформацию. Для начала повернем этот слой. Теперь вызываем перспективу. И располагаем его вот таким образом. Сжимаем Enter. Поменяем режим наложения этому слою. Поставим осветление основы. И понизим заливку этого слоя. Пока поставим 70%. Теперь добавим эффект. Как будто у нас солнце просвечивает сквозь поверхность воды. Идем в фильтр. Рендеринг. Эффекты освещения. Выбираем здесь лампочка. И располагаем источник света в левом верхнем углу. При необходимости подправляем радиус и интенсивность. Слишком сильно нам не нужно. Нажимаем ОК. Вот теперь у нас свет в основном получился в левом верхнем углу. Добавляем маску слоя. Берем черную мягкую кисть. Вначале ставим непрозрачность 100%. Подтираем край. Теперь понизим непрозрачность до 50%. И сделаем более плавный переход. Также подправив край в работе. Вот такой получили результат. Добавим эффект лучей света, идущих сквозь облака. Создаем новый слой. Снова заливаем его черным цветом. И применяем фильтр облака. Трансформируем этот слой. Сожмем его примерно наполовину. Применяем изображение, коррекция, порог. Или в некоторых других версиях фотошопа это называется изогилия. Подбираем такое значение, чтобы у нас приблизительно было одинаково белого и черного. Нажимаем ОК. Теперь размоем этот слой. Применяем к нему радиальное размытие. Идем в фильтр. Размытие. Радиальное размытие. Выбираем метод линейный. Качество наилучшее. Максимальное количество 100. И центр ставим в левом верхнем углу. Там, где у нас источник света. Нажимаем ОК. Я думаю, нужно повторить еще раз последний фильтр. Можно нажать Ctrl-F или еще раз выбрать радиальное размытие. Поменяем режим наложения. Попробуем снова осветление основы. И понизим заливку. Где-то до 40%. Добавляем маску слою. Снова берем черную мягкую кисть. И стираем лишнее. Там, где у нас здесь слишком яркие участки, их тоже сотрем. Теперь понизим непрозрачность. И подправим непрозрачность отдельных лучей света. Чтобы не было пересветов. Если слишком сильно лучи попадают на девушку, можно тоже немного их подтереть. Вот таким образом. И сразу подправим немного нашу модель. У нее немного темновата рука, которая расположена высоко, близко к поверхности воды. Берем инструмент-осветлитель. Средние тона, мягкую кисть, совсем небольшую экспозицию. И перейдя на слой с моделью, осветлим немного верхнюю часть руки. Таким образом. Продолжим работу с фоном. Будем создавать подводную атмосферу. И вначале давайте вот этот слой облака, который у нас расположен под девушкой, перенесем наверх. Чтобы блики попадали на нее. Открываем исходное изображение с бликами воды. Перемещаем в нашу работу. Трансформируем. До размеров нашего документа. Подберем подходящий режим наложения. Я думаю перекрытие нам подойдет. И понизим непрозрачность. Где-то до 40%. Вот у нас такие появились нужные нам блики. Продолжаем цветокоррекцию нашей работы. И создаем корректирующий слой. Карта градиента. Поверх всех слоев. Кликаем по цветной полосе для вызова редактора градиента. Установим здесь следующие цвета. Темным тонам придадим темно-фиолетовый оттенок. А светлым светло-бирюзовый. Голубой, сине-зеленый. Нажимаем окей. И меняем режим наложения на мягкий свет. И понижаем непрозрачность. Где-то так. Под слоем с карты градиента. Создадим еще один корректирующий слой. Яркость, контрастность. Понизим немного контрастность. Еще один корректирующий слой. Цветовой тон, насыщенность. Обратите внимание, также под слоем карты градиента. И немного понизим насыщенность. Теперь давайте мы немного затемним низ работы. Для этого поверх всех слоев создаем новый слой. Выбираем такой голубой, слегка бирюзовый цвет. Достаточно светлый. Берем инструмент градиент. И здесь выбираем от основного к прозрачному тип градиента. Линейный. И удерживая shift, внизу у нас должен получиться синий цвет. Переходящий в прозрачный. Таким образом. Ставим режим наложения умножения, чтобы затемнить низ. И понижаем непрозрачность. Я думаю до 50%. Теперь можно добавить некоторые детали в работу. Давайте добавим рыбок. Еще раз их вырежем со слоя с коралловым рифом. И добавим их в эту несколько пустую часть работы. А после этого добавим пузырьки. Я подправила их расположение. То есть каждую переместила. Немного можно повернуть. И так же, как мы делали для слоя с коралловым рифом, понизила насыщенность этих рыбок. Края рыбок немножко подотрем ластиком. Добавим в нашу работу пузырьки воздуха, идущие со дна. Для этого установите в фотошоп скачанную ванной кисть. Вот эту для рисования пузырьков. Установите белый цвет переднего плана. А цвет заднего плана такой светло-голубой. И нам необходимо настроить эту кисть. Переходим на палитру кистей. Увеличиваем интервалы. На вкладке динамика формы устанавливаем колебания размера, колебания угла и колебания формы где-то на 25%. Переходим на вкладку рассеивание. И где-то значение такое. На вкладке динамика цвета поставим колебания переднего и заднего плана на 40%. Также небольшое колебание цветового тона. И на вкладке передача поставим колебания непрозрачности на 20%. Итак, создадим новый слой для рисования пузырьков. Точнее, у нас будут три разных слоя. Это пузырьки на дальнем плане, на среднем плане основном и на переднем плане перед девушкой. Начнем с рисования маленьких пузырьков на дальнем плане. Давайте создадим новый слой. Ниже слоя с моделью, но выше всех слоев с фоном и с коралловым рифом. Поставьте небольшой размер кисти. Где-то, я думаю, 30 будет достаточно. Убедитесь, что непрозрачность кисти 100%. И рисуем пузырьки, идущие со дна. Теперь нам нужно применить к этому слою фильтр, размытие, размытие по гауссу. Нажимаем ОК. И поскольку эти пузырьки у нас на дальнем плане, они не слишком хорошо должны быть видны, поменяем режим наложения. Поставим перекрытие. Теперь будем создавать пузырьки выше девушки, но ниже всех слоев с лучами света и прочими водными эффектами. Вот здесь, над корректирующими слоями к слою с девушкой, создаем новый слой. Увеличиваем размер кисти для пузырьков. И здесь уже рисуем пузырьки вокруг девушки, идущие от рук ее. Ну и также по краям работаем. Если перестарались лишнее, удалите. Вот таким образом. Снова нам нужно размыть эти пузырьки. Они слишком четкие. Снова применяем фильтр размытия по гауссу. Но здесь уже значение мы поставим поменьше. Где-то один пиксель. Нажимаем ОК. И подберем подходящий режим наложения. Поставим перекрытие. А теперь дублируем этот слой. И копии поставим нормальный режим наложения. Или обычный, но понизим непрозрачность его до 60%. Вот такие у нас получились синеватые пузырьки. И еще один слой с пузырьками. С самыми крупными. Которые у нас будут на переднем плане. Создаем новый слой. Здесь же увеличиваем размер кисти до достаточно большого. Рисуем крупные пузырьки на переднем плане. Их должно быть совсем немного. Если где-то у вас получились лишние пузырьки, возьмите ластик и сотрите их. Закончили рисовать крупные пузырьки. И поскольку они находятся на переднем плане, нам нужно их побольше размыть. Применяем фильтр, размытие, размытие по гауссу. И здесь где-то значение 3 пикселя нам подойдет. Нажимаем ОК. Я еще немного подправила количество пузырьков. Стерла некоторые пузырьки на различных слоях, чтобы их не было слишком много. В заключении работы можно добавить еще каких-то деталей. Возможно, вы захотите добавить украшения на девушку или каких-то еще морских обитателей. Также можно немножко подправить волосы нашей модели. Давайте сделаем это с помощью инструмента палец. Переходим на слой с девушкой. Дублируем его на всякий случай. Скроем одну копию и удалим маску. При удалении нажмем кнопочку «Применить». То есть, чтобы получить слой без маски, которая уже применена к этому слою. Здесь у нас скрылись обтравочные маски. Вернем их на место. Берем инструмент «Палец». Ставим интенсивность 95-99%, то есть максимальную. Увеличиваем масштаб работы. Убедитесь, что у вас стоит здесь жесткая кисть. И размер кисти поставьте совсем маленький. 1-2 пикселя. Если вы используете планшет, то можно поставить где-то 3-4 пикселя. И тогда убедитесь, что у вас стоит галочка «Динамика формы». Здесь поставлен нажим «Пера». Начнем вытягивать концы волос. Делайте это аккуратно, чтобы не размазать другие части девушки, кожу, ее костюм. Только затрагивайте волосы. Вот что у нас получилось в результате. Мы создали эффект развивающихся в воде волос. Вот такая у нас получилась водная нимфа. На этом наш коллаж закончен. Спасибо за внимание. С вами была Елена Виноградова.